Добрый вечер В связи с этим я с большим удовольствием поздравляю всех тех, кто в настоящее время определяет творческое лицо нашего учебного заведения. Это преподаватели и сотрудники, студенты и учащиеся, а также все те, кто в разные воды обучался и работал в нашем колледже. В сегодняшней программе будут представлены все наши направления, это и различные жанры и все специальности. А представлены их сегодня студенты и преподаватели. Я желаю вам приятного вечера и хорошего настроения. А сейчас я представляю ведущего нашего концерта Ирину Кудряшову. А приветствуем вас, дорогие друзья, заслуженные работой культуры, директор Тульского колледжа искусств имени Драконышского Вячеслав Алексеевич Зюгин. Друзья, сегодня мы познакомимся с новыми исполнителями, а также нас ожидают встречи со старыми добрыми друзьями. Мы будем слушать самую разную музыку, которой колледж уже живет 110 лет. И открывает наш торжественный концерт полонез из оперы римского Корсакова «Ночь перед Рождеством». На сцене академический хор, симфонический оркестр Тульского колледжа искусства имени Драконышского, руководитель и дирижер Владислав Белоусов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННИЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 на сцене филармонии, а ну и консерватории тоже. Дорогие друзья, прекрасно, что вы сохраняете традиции. Для вас училище, теперь колледж Драгомышевского, это дом родной. Многие, те, кто работает в училище, и я себя отношу к ним, всегда помнят свои альманаты, возвращаются в разном качестве в свой дом, в свое учреждение. И, наверное, этой памятью, этими душевными порывами и крепнет та история училища, и теперь колледжа, его имя. Я поздравляю вас, и сегодня выполняю очень почетную миссию. Я хочу поблагодарить вас за труд, студентам пожелать самого хорошего будущего, передать самые светлые напутствия от руководителя нашего региона, губернатора Тегина Чедюмина. Он действительно искренне много уделяет внимания поддержке одаренных детей, одаренной молодежи. Несколько раз он был в музыкальном училище, общался с педагогами. Есть даже подарки, сделанные им. Я думаю, что это не последняя помощь от губернатора училищу, колледжу имени Драгомышевского. И позвольте мне зачитать приветственный адрес губернатора. Уважаемые сотрудники колледжа, дорогие ребята, поздравляю вас со 110-летием учреждения. На протяжении всей своей истории Тульский колледж искусств имени Александра Сергеевича Драгомышевского вносит весомый вклад в сохранение отечественного и мирового музыкального наследия. Ваши выпускники успешно работают в сфере образования, играют в оркестрах и театрах. Сегодня ваш колледж остается одним из главных центров искусства, культуры и образования Тульской области. В этом большая заслуга педагогов, настоящих мастеров своего дела, которые вкладывают душу в работу, помогают ребятам раскрыть свои таланты и добиться значительных творческих успехов. Уверен, что колледж и впредь будет развиваться, сохраняя и укрепляя лучшие музыкальные традиции России. Желаю вам здоровья, благополучия, целеустремленности. Всего вам самого доброго. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Дорогие друзья, и почетная миссия сегодня вручить награды разного уровня всем тем, кто имеет отношение к развитию колледжа. Благодарность губернатора Тульской области вручается Вячеславу Алексеевичу Зюкину и Ирине Ивановне Шаровой. Благодарственным письмом губернатора Тульской области награждаются Бедина Мария Анатольевна, Наталья Яковлевна Колобаева, Екатерина Владимировна Комарова, Ирина Львовна Черепанова, Евгения Николаевна Новикова, Татьяна Сергеевна Мою, Филиппир Павлович Левченко. Спасибо. Почетная грамота правительства Тульской области вручается Почетная грамота в Министерство культуры Тульской области вручается Екатерине Васильевне Агафоновой, Михаилу Осиповичу Блейхеру, Ирине Геннадьевне Брыковой, Елене Анатольевне Городяненко, Тамаре Александровне Жигуновой, Наталье Васильевне Мартыновой, Татьяне Александровне Мишуре, Елене Валерьевне Степновой, Татьяне Викторовне Мурадовой, Ирине Алексеевне Гринго. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Исполняет Владимир Мартынов и симфонический оркестр Тульского Большого Искусства, дирижер Владислав Белоусов. Исполняет Владимир Мартынов 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Сегодня мы хотим вам продемонстрировать, что нашему симфоническому оркестру подвластна любая музыка, любые жанры. В доказательство этому прозвучит произведение современного американского композитора Джона Левитта «Санктус из праздничной мессы для хора с оркестра». Исполняют академический хор, солистка Любовь Лаврушина и симфонический оркестр. Дирижер Евгения Вернер. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Сорокин инициировал открытие в городе такого общества, куда пошли многие известные люди, в том числе графиня Толстая, княгиня Аболенская, купец и промышленник Баташов. Именно Баташову принадлежало здание по улице Тургеневская, которое на 50 лет стало домом для музыкантов Тулы. Музыкальные классы, так недолгое время называлось музыкальное училище, делились на младшее отделение с первому по третий год обучения, среднее, четвертый и пятый год и старше, шестой и седьмой год. И в примечании программе фортепианного отделения, которая сохранилась до наших дней, сказано, 7 курсов музыкальных классов Турского отделения Императорского русского музыкального общества равны 5 курсам консерватории этого же общества. Это было вполне хорошее образование, которое давало ряд привилегий. Надо сказать, что на момент первого выпуска, это был 1912-13 год, из 154 учащихся, 121 человек учился на фортепианном отделении. Революции войны, безусловно, создали трудности для музыкального образования, но после Великой Отечественной войны начинается новый этап расцвета фортепианного отделения. Сейчас, в наши дни, это отделение возглавляет заслуженный работник культуры Любовь Зоанна Левенсон. Она принадлежит необыкновенной музыкальной династии. А вот в конце 50-х годов на отделение пришел выпускник Одесской консерватории, молодой талантливый педагог и основатель уже другой музыкальной династии, Эммануил Давыдович Уманский. Он 50 лет проработал в музыкальном училище и воспитал ни одного талантливого пианиста и педагога. Десять лет назад на 100-летии колледжа Эммануил Давыдович выступал. И уже тогда он приехал из Германии, где постоянно живет, и до недавнего времени преподавал, и записывал диски, выступал концертирован. Сегодня Эммануил Давыдович еще нужно прислать нам видеообращение, чтобы поздравить своих коллег с таким замечательным юбилеем. Внимание! Эммануил Давыдович Уманский. Дорогие друзья, мне очень хочется поздравить коллектив педагогов и учащихся в училище с 110-летним юбилеем со дня его организации. Мне очень бывает оскливо без вас, но я надеюсь, что мы друг друга хорошо помним. Я желаю училищу все время процветать и улучшаться в своей работе. Всем моим дорогим коллегам, с которыми я работал, мне хочется пожелать большого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в труде. Мы, конечно, тоже желаем право удовольствием крепкого здоровья и бодрости духа. И продолжаем наш концерт. Сергей Рахманович, прелюдия Си-бемоль-мажор, оп. 23, номер 2. Исполняет Анастасия Кудякова. Анастасия Кудякова. Анастасия Кудякова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Максим Мискин, Ирина Холмсова. 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 На лучшем футбол А ведь усеи А ведь усеи А ведь усеи АПЛОДИСМЕНТЫ Да, 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 спасибо Это мы открыли чуть раньше Я хотела вам рассказать Про народное отделение Оно открылось в 1930 году И естественно, что в Туле Невозможно представить себе Отсутствие этого отделения Пряники, самовары, оружие И, конечно, гармон В 1930 году класс паянов Тульскому музыкальными техниками И с этого момента ведется отсчет Родословной народного отделения В 1950-е годы Открылся класс Струнных народных инструментов И совсем недавно, пару лет назад Открылся класс гармонии Вот сейчас вы видите Трех наших замечательных Хармонистов на сцене Сегодня отделение народных инструментов Возглавляет выпускник Музыкального училища И Петрозаводской Государственной консерватории Владимир Валерьевич Колышев А поздравит нас С замечательным юбилеем Наш знаменитый выпускник Лауреат международных Всероссийских конкурсов А ныне солист Национального академического Оркестра народных инструментов России имени Осипова Константин Захарата Внимание за их право Добрый вечер, дорогие друзья Я сегодня дешу вам Поздравление И забылись Я дешу вам в театре Но я не стесняюсь Но я на камеру Добрый вечер, дорогие друзья Я имею большую честь Поздравить Дорогой колледж С прекрасным юбилеем Я желаю всем педагогам Всем студентам колледжа Всем учащимся Лицея При колледже Счастливых Лет Учеб И Надеюсь, что вы будете радовать Педагогов Своими успехами И я хочу поблагодарить Весь педагогический состав За то, что они меня любили в свое время И особенно Выразить огромную благодарность Моим дорогим наставникам Это Сергею Викторовичу Косову И Людмилю Вячеславу Адрееву Еще раз Поздравляю Весь коллектив Колледжа С этой прекрасной До новых встреч Это огромная кукла На самом деле Участлив Спектакля Моим Лиско Пучини В Большом театре Премьера Которого состоялось Совсем недавно Ну, а мы продолжаем Концерт Евгений Дербенко Кубанская Занихватская Исполняет Трио гармонистов Даниил Костеонов Александр Федосеев Николай Кузьмищин И оркестр Народных инструментов Руководитель и дирижер Любовь Михаил КОНЕЦ 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 Аплодисменты Оркестр народных инструментов исполнит еще одну композицию Александра Широкова в вариации на тему русской народной песни «Валенки». «Валенки» 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok